Целью популяризации робототехники среди школьников в Павлодарской области прошел первый кубок по робототехнике Кубок Мейкерспейс Павлодар, в котором приняли участие порядка ста участников. Валентина Диденко продолжит. Робототехника – уникальная область, сочетающая в себе одновременно физику, математику и информатику. Сегодня на Кубке по робототехнике ребята в возрасте от 6 до 18 лет представили свои инновационные проекты по категориям сумо, творческо и кегелеринг. В настоящее время ведется жаркая борьба. Турнир по робототехнике на Кубок Мейкерспейс Павлодар проводится впервые и собрал более ста лучших интеллектуалов со всей области. По словам организаторов, современное общество добилось огромных высот в развитии техники. Сегодня роботы работают в космосе, военной промышленности, медицине и в других отраслях. И поэтому миру нужно новое поколение профессионалов. Турнир по трем категориям. Кегелеринг – это для самых маленьких, от 6 до 10 лет. Категория сумо – от 10 до 18 лет. И творчество также от 10 до 18 лет. Ждем хорошей игры от наших участников. Основными целями турнира являются популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди школьников, а также стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий. Мы будем участвовать в категории сумо 25 на 25 сантиметров до 1 килограмма. Данный робот соответствует полностью данным критериям. Он весит 934 грамма. В среднем, чтобы собрать такого робота с нуля без инструкции, занимает около часа или 30 минут, зависимо от твоей концентрации. Если ты просто будешь сидеть собирать, у меня на это уходит 40-30 минут. Одна из немногих на турнире девочек Лена Тихонова участвует со своим роботом в категории сумо. Всегда мечтала заниматься робототехникой. И благодаря дополнительному кружку в школе ее мечта осуществилась. Я хочу представить своего робота. Вот здесь вот у нас 4 мотора. Потом здесь ультразвуковой датчик. Здесь датчик света. Получается, когда он будет ехать на противника, вот этими лопастями он будет выталкивать его. Благодаря ребятам, участвующим в свободной творческой категории, воплощаются в жизнь самые смелые робототехнические идеи. Это создание проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии. У нас есть ветряк, солнечная электростанция и водная турбина. Это все возобновляемые источники энергии. Мы это построили, чтобы люди поняли, что надо все-таки перейти на такие источники энергии, чтобы мир стал лучше, как у нас. В результате борьбы искусственных интеллектов призеры и участники турнира будут награждены кубками и грамотами.